Крестьянский банк выдавал кредиты крестьянам до 55 лет. Ну какая сегодня, какая ипотека сегодня у нас есть на 55-55 лет, да? Максимальный процент 5% годовых. А по большому счету половина всех кредитов выдавалась беспроцентно. Ну где у нас такая беспроцентная ипотека? Это есть экономический гуманизм или, как говорил, допустим, тот же Эрхард, послевоенной Германии, социально ориентированная экономика. В первые же годы реформы землю получили миллионы крестьян. Указами царя они освобождались от налогов и воинской повинности. Они получали беспроцентные или малопроцентные кредиты со сроком погашения до 50 лет. При этом кредит выдавался под залог земли. Этим закреплялось право их собственности. Результаты не заставили себя ждать. В 1910 году Россия вышла на второе место в мире по экспорту хлеба. Она уступала только США. С их давно развитой фермерской системой. Россия стала ведущим импортером льна и коровьего масла, а также крупнейшим импортером яиц. Настало время расцвета сельской механизации. Успехи в аграрном секторе дали новый импульс промышленности. Начался знаменитый предвоенный подъем. Экономика начинает развиваться в сельском хозяйстве. Это создает спрос на сельхозоборудование и потребительские товары. Именно это и стало происходить после Столыпинских реформ. Уровень жизни никогда ни до, ни после крестьянин не получал больше, чем рабочий. Если мы возьмем справочник по Москве и Центральному губернию за 913, правда, год, ну, это понятно, что мы всю советскую экономику сравнили с 13-м годом, если вы помните. В 13-м году средний ежедневный заработок рабочего составлял где-то 90 копеек крестьянина, рубль 20, рубль 30. Ежедневный. Что на эти деньги можно было купить? Когда килограмм мяса стоил 12-13 копеек, а вы в день получаете 90 копеек, или рубль 20, рубль 30. Западные соседи давно сделали ставку на крестьянина-собственника. И это обеспечивало постоянный прирост их экономической мощи. Далее тянуть было нельзя. Русским крестьянам свобода была дарована в 1861 году. Этот шаг, крайне запоздалый и нерешительный, стал отсчетом нового времени. А потом что? А потом абсолютное признание. Приезжает немецкая делегация экономистов и чиновников, смотрит, что произошло с 1906 по 1910 год, и докладывает кайзеру Германии еще 25 лет такой реформы, и Россия будет недосягаемой ни для каких стран. Ленин даже, как известно, даже одна же заявил, что еще не было ни для каких стран. Еще несколько лет успешных лет этой реформы, и нам просто в политике делать ничего, революция в России станет бессмысленной и ненужной.